Всемирный симпозиум И помимо того, что она также является из самых 100 влиятельных женщин в финансах, то есть она туда входит Здесь у нас также будут присутствовать непосредственно и члены компании Ripple Минимум два, о них мы сегодня также поговорим и затронем И то, что Хестер Пирс будет принимать участие в этом симпозиуме Это значит довольно-таки очень хороший сигнал И говорит нам о том, что в принципе здесь уже определенно понятно Что технология Ripple будет внедряться непосредственно и взаимодействовать с CBDC, нежели Stellar Потому что со Stellar я вообще здесь на этом симпозиуме никого не нашел И кроме того, здесь вот даже золотые партнеры, а не платиновые, нету здесь Stellar То есть технологию Stellar видимо откидывают И это очень хороший сигнал опять-таки для холдеров XRP Что касается рынка криптовалют, то по рынку криптовалют все так же Биткоин рисует боковик Альткоины вместе с ним имеют такие небольшие поползновения Но по сути то, что мы сейчас наблюдаем Это практически снижение волатильности за последнее время Оно даже отчасти, скажу так, достигло локальных максимумов Потому что объема практически нету И те монеты, которые естественно стреляют, они находятся за топ-100 И соответственно, чтобы там двинуть монету с капитализацией Там хотя бы 3 миллиарда, 2 миллиарда То есть нужно еще попотеть И скажем так, вкинуть хорошо денег И поэтому мы видим, что большинство монет Они практически ничего не дают за 7 дней Которые находятся в топ-100 А за топ-100, пожалуйста, там есть монеты, которые стреляют Ну то есть это к тому, что пока биткоин по корреке Какие-то монеты будут стрелять Но как только биткоин там польется вниз То и монеты, которые и в топ-100, они польются И монеты, которые там за топ-100 тоже в каком-то исключении редком Тоже будут падать Что также хочется отметить, что по XRP Ну в принципе мы имеем с вами хороший бычий сигнал Он у нас на месячном таймфрейме Что это за бычий сигнал? К чему готовится вы узнаете после небольшой рекламной паузы Крипторы иногда открывают многим людям большие возможности для хорошего заработка Но проблема в том, что многие люди не могут использовать данные возможности в своих интересах Полагаться на удачу при покупке крипты не всегда правильно Один раз может повезти, а в другой раз можно потерять крупную сумму денег Поэтому я всегда искал и ищу для себя надежные проверенные способы заработка Одним из таких является skystake.eu В основе данного проекта заложен пул стейкинга Подтверждающий транзакции в сети Ethereum И получающий награду за свою работу Полностью честная и прозрачная система Вложившись в которую любой человек получает от 5 до 7% чистой прибыли ежедневно Данный проект я проверил не словом, а делом Лично вложил в свои 4-6 эфира на 8000 долларов Проект полностью автоматизирован Вот и вывод доступен в любой момент через личный кабинет Что-то дает контроль над своими средствами Я на этом зарабатываю хорошие деньги Использовать данные возможности или нет решаю только вам Ссылка в описании под роликом Соответственно график XRP USDT График к биткоину я тоже в последнее время разбирал Там практически описывалась ситуация, что за последнее время Мы с вами достигли коррекцию по сути Но вот сейчас то, что рисует XRP Это довольно-таки очень круто Почему? Потому что на месячном таймфрейме Мы видим, что значит бар XRP Месячный он закрылся именно телом выше Значит 48-47 центов Это говорит о том, что мы потихоньку со дна уже будем выходить И также мы значит сейчас торгуемся выше 50-го мувинга На месячном таймфрейме Это тоже может говорить об ищем сигнале Потому что когда в принципе цена того или иного актива Выходит за скользящие Это определенно всегда ведет к росту А если мы говорим про долгосрочный какой-то тренд То значит на месячном таймфрейме Это очень сильный сигнал Что нам нужно делать дальше Нам нужно этот месяц желательно закрыть выше 50-го мувинга Если мы это сделаем, это уже будет супер Однозначно здесь мы можем увидеть там фитиль Коррекцию до 41 цента Если биткоин будет падать И пойдет там в район 24-23 Это не критично И соответственно нам нужно прорвать сопротивление Там район 60 центов Но в приоритете нам конечно бы оставить здесь фитиль Выкупиться и закрыть этот месяц определенно выше Значит эти 10 центов чтобы продолжить движение наверх Это будет в принципе говорить нам о том Что XRP реально готов в течение этого года Следующего нас уже откровенно порадовать Что также хочется отметить Что если мы говорим про естественно тех членов Ripple Которые будут участвовать в этом симпозиуме Который пройдет 10 мая То здесь определенно у нас есть два человека Из Ripple Это Сьюзан Фридман Она является главой Руководителя именно отдела государственной политики Ripple Это довольно таки громкое название И также Джейм Боллес Он вице-президент Центрального банка Значит развития Ripple И это вот говорит о том Что действительно в симбиозе С такой личностью как Хестер Пирс Которая является значит комиссаром SEC Комиссии по ценным бумагам биржам США Это не пустой звук Потому что вот ее биография Она непосредственно доступна на SEC.gov То есть на официальном сайте SEC И соответственно она в должности С 11 января 2018 года Ее назначил еще Трамп И до сих пор она в принципе занимает эту должность Кроме того она входит в топ 100 Самых влиятельных женщин в финансах И определенно то что она будет на этом симпозиуме Вместе с членами Ripple Это говорит о том что там очень сигнал То что мы можем получить дальнейший виток развития дела И однозначно если и Ripple не победит То будут какие-то частичные условия Которые устроят не только SEC Но и Ripple Будут какие-то договорняки Которые мы можем увидеть Ну а после этого естественно To the moon Ripple И поэтому вот просто такие люди Они не приезжают значит на вот такие конференции Просто так да Потому что это государственное лицо И это может говорить о том что Определенно даже возможно дело Ripple против SEC Это просто какой-то договорняк Спектакль да На который закончится естественно Хэппи-эндом для Ripple Или хэппи-эндом для обоих сторон Да если это действительно договорняк Также Дэвид Шварц объяснил Как независимое от блокчейна решение Увеличит распространение XRP И Шварц утверждал Что создание технологий Совместимое с различными активами Привлечет более широкую аудиторию И более полезно будет для людей Которые в настоящее время Могут не интересоваться XRP То есть хотите интересуетесь XRP Хотите нет Верите в токен нет Но рано или поздно Вы будете пользоваться технологией Ну и далее Технический директор Ripple Объяснил что многие технологии В настоящее время не работают С XRP что затрудняет Приход пользователей на XRP Если он станет лучше Соответствовать их потребностям в будущем Устраняя барьеры для использования XRP Обеспечивая совместимость С несколькими активами Шварц считает Что больше людей Будут привлечены к технологии Получат выгоду От улучшенного пользовательского опыта Шварц также использовал Пример Google Чтобы еще больше Проиллюстрировать свою точку зрения Если бы Google попытался сделать так Чтобы интернет хорошо работал Только для тех Кто использует продукты Google Многим пользователям интернет был бы значительно Менее удобен То есть это речь идет о том Что якобы XRP L создан только для XRP Это не так И это приведет к уменьшению количества пользователей Устройств и подключения к интернету Что в конечном итоге ограничит количество людей Получающих доступ к продуктам и услугам Google И наконец Шварц предложил еще одну аналогию Чтобы подчеркнуть важность универсальности технологии Он сравнил ситуацию с разработкой инструмента Который мог бы вскрывать целые свежие кокоса А это как известно сложная задача Шварц утверждал Что эти инструменты назначены для вскрытия кокосов Которые также пригодятся для приготовления различных других продуктов Будет более привлекательным и широкопринятым Чем инструмент для единственного конкретного использования Вот так вот Шварц загнул По поводу кокосов в особенности Но я считаю что это правильно Что XRP L это не только XRP И это очень правильно Но и в итоге если мы говорим про CBDC Разговариваем про какую-то негативную сторону То определенно CBDC будет работать на правительство Это закон разработанный для борьбы с терроризмом Предотвращение отмывания денег и сбора налогов В значительной степени дает правительству возможность Осуществлять неконтролируемый надзор за финансовой информацией Тем не менее CBDC может означать гибель той небольшой защиты Которая остается Потому что она даст федеральному правительству Полную информацию о каждой финансовой операции Установи преимущество между правительством И финансовой деятельностью каждого гражданина Ну то есть речь идет о законе о банковской тайне Но как ни крути Закон о банковской тайне Он не работает для обычного гражданина Возможно для кого-то будет секрет Я открою или нет Потому что совершенно в любой стране Если правительство захочет узнать о ваших доходах И так далее Пожалуйста банк Пожалуйста подтверждение от банка О вас И пожалуйста вы как на ладони А вот теперь CBDC так или иначе Предоставит правительству Бесчисленные возможности Контролируя финансовые операции граждан Такой контроль может быть убреждающим Поведенческим Или карателем То есть замораживание И изъятие средств То есть на самом деле ничего нового нету Потому что если тот или иной гражданин Тот или иной страны Уклоняется от оплаты налогов Или еще что-то Или продает что-то запрещенное То на самом деле это все Тоже можно выследить И на самом деле Никакого закона о банковской тайне Лично для человека нету Ну например банк по зову правительства Или по своему зову Захотел значит узнать Чем вы там занимаетесь Естественно он не будет В принципе руководство с этим законом Потому что как таковой банковской тайны нету То есть банковская тайна Предполагает собой все-таки Нераспространение данных Третьим лицам Но государство и сам банк Как ни крути Это далеко не третье лицо Вот так Поэтому подводя итоги Можно сказать что Да действительно XRP рисует очень интересные вещи В особенности на месячном таймфрейме И поэтому если действительно XRP дальше будет расти По крайней мере закроет этот месяц Выше 5,10 центов Можно будет уже официально говорить Что XRP собрался довольно-таки Далеко и высоко Проект существующая и прозрачная бизнес-система Которую я лично инвестировал Получаю прибыль в skystate.io Ссылка на проект в описании под роликом Рекомендую ознакомиться Проект реально достойный Всем до встречи И до новых встреч